и снова всем привет друзья у нас утро очередное садимся мы трапезничать нынче бутербродами с фаршем горячими у папочки лечо а себе открыла но не выдержала я еще банку открыла этот баклажаны в томате мне так понравились что я хожу и смотрю я петь сам болгарский просто не очень осенние мне как-то вот так пошли так понравились да я хожу постоянно на шкафчик где у меня закрутки смотрю и я помню что у меня там баночки так красиво стоят открываю но вот одна вот прям лишняя вот как-то она там не вписывается надо съесть мешает короче будем кушать такой завтрак спрашивали насчет рыбы и жира почему мы покупаем почему употребляем я ответила комментарий ну и может кого-то еще интересует то отвечу сердце помогает он я пью из-за этого ты из-за кожи да да я пью потому что у меня стало короче как-то после лета или от солнца или что у меня кожа стала шелушиться сухая то есть даже чешется думал сначала аллергия какая-то всела в интернет почта у меня не только кожа у меня как бы на вор у меня кожа сухая стала то есть дискомфорт я прям вижу вот она шелушиться вот как будто вот облази да когда вот сгорела но не то что то не то вот волосы выпадут волосы не давно выпадают шоу после того как я голову в ванной помою сливное отверстие клоком волос забит действительно страшно уже блин вот так мало того у меня начали ресницы ой не ресницы это ресницы тоже брови выпадать если взять вот за за брови за волосы потянуть у меня в руках а ствон видишь раз потянула смотри в руках остались короче я скоро буду без бровей но начал копаться в интернете чё это самое и наткнулась на рыбий жир то что там задержится да вот стала пить а и плюс там там много там и работа мозга вот он как бы такой да рыбий жир давно забытый как-то вот его раньше врачи и детям раньше давали а потом что то вот как не то что он прям сердце конкретно помает как таблетки нет ну надо большой курс пить да да это для профилактики больше для профилактики долгое время да и вот смотрю я на форум и попадала там девчонки пьют рыбий жир то они там пьют там курс идет по моему три месяца три-четыре месяца и показывают например свои волос ну кто ради волос показывают волосы до показывают волосы после четырех месяцев и разница колоссальная не знаю сколько правда но вот есть такие вот на форумах такая информация ну короче а чё вредно вреда то точно не будет вот мы стали пить ну да правильно поэтому по этой причине может у меня волосы выросли до пояса короче вот такая вот причина но я правда забываю пить ты хоть более стабильно пьешь а я вот это для меня вот это когда пить на таблетки мне или ставить какой-то надо будет денег напоминание или что-то или я бываю там а чуть попозже выпью а попозже я уже забыла знаешь короче есть не такая фигня так что волосы не вырастут до пояса вырастут вырастут так что ребятки всем доброе утро удачного дня мы садимся кушать теперь леночка садится завтракать она попросила кушать в комнате у нее в комнате перед телевизором какой-то мультик там идет да она у нас еще смотрит мультики тоже бутерброд и огуречки сейчас огурцы немножко надо и присолить чуть-чуть такой вот завтрак очень вкусно кстати понравились всем бутерброды будем почаще на завтраке делать очень вкусно собрались над дачу то бабочка те разы постоянно без меня ездил это я решила тоже съездить там надо кое-что увести кое-какую постуду то и прошлый раз так как украли и вилки и ложки то хочу он сейчас взяла ящичек там ведро такое большое поскладываю прям и на балконе буду держать начало это хорошо когда гараж можно все увести а гаража то нет придется на балконе немножко завалить балкон но что делать как вспомню лучше закрывается начинает хлопать не разговаривается мужчины как вспомним в прошлом году когда приехали поворовали ни ложек ни вилок поэтому все будем увозить вот и бабочка ездил ласку кормил алиску кормил до этого и нормальная ласка себя чувствует так домой как бы не просилась а вот а сейчас уже решили что после этих дождей вчера который лил тоже жалко конечно так что заберем сейчас кисечка вон тетя тоже кормит кошек да у нас тут много кстати да она по-моему постоянная женщина которая постоянно кормит у них и завтрак у котов и ужин не знаю насчет обеда но завтрак ужин это точно так что поедем там конечно болото не знаю удастся яблоки пособирать или нет но виноград надо будет пособирать ну да тоже комботы постоянно варим а у нас виноград хороший такой синий на комбота комбот ароматный такой получается так что сейчас что-то у по урожаю соберем или вещи по увозим надо плитку мою забрать электрическую ну все уже я просто думала что еще сентябрь будет такой теплый что мы может на выходные поедем с ночевкой там то все нет сожалению ночью от ночи судя сколько 13 градусов было как так как печки там уже нет ее развалили гады вот то конечно там не поночуешь не может колорифер но неудобно все это да печка была классно так и натопишь сразу такой да может когда-нибудь сделаем соблю собраться мы затягиваем поэтому едем там постепенно будем увозить все чтоб ничего не оставлять чтобы даже если воры залезут а у нас ничего нет машину хотел помыть но дождь вроде помыл нормально не сегодня более-менее солнышко а я напялила кофту с длинным рукавом еще такая погода непонятно солнышке то тепло 25 градусов на солнце мы смотрели а в тени так прохладненько риска встретила боже жду столько мусора ч ветер был чешу куда наверно знаю что мы мусорку наверно оставляли паки в пакете там что-то на улице наверно раздеребанили пошутся за мусора столько много сейчас массы отключу на всякий случай боже виноград столько пчел погляди погляди сколько пчел ну да они всегда кстати были у них сейчас идет сейчас опасно его собирать помнишь как тебя пчела укусила блин тоже мы как раз виноград собирали прям подмышку мне залетела как были да да соседи воду боже кто там ласа здравствуй сто лет тебя не видела привет мой хороший привет привет моя заянька рыжая она потеряла ошейник не папа приезжал говорит не клещ где сейчас посмотрю сейчас неудобно нет это это прицепилась на это короче луж пайк ха ха лиска здравствуй мой хорошая здравствуйте девчата девочки ну это ж надо будет у меня дома есть шампунь от блох ласку надо будет отмыть и по-моему сейчас я вот гладанула и и вроде как за ухом клещ есть сейчас будем вытаскивать все и потому что ошейник она потеряла где-то на огороде может или что где-то сняла может зацепилась как он слетел ошейник а у алиса на месте да и у алис его трогаю да ты что вот алиса нема клещей по ошейник хорошо помогает кстати тоже алиска у тебя он ослаблен вообще вот тоже может слететь надо затянуть ошейничек пчел ух ты слушай а ну слышно будет как же а ну ты тихо и мы послушаем как они жужжат я надеюсь слышно очень много такое жужжание стоит да девочки что уже подружились уже не ссоритесь уже не ссоритесь вы ж дрались ласок иди сюда иди моя ласка дима их боже алису любит да моя девочка хорошая только обрадовалась а смотри тебе не радуется радуется ну да уже со мной поздоровалась да ласунь ласуша ласа ласа ой алиса тоже смотри что делает какая любовь мама это мама смешные так все надо выгрузить пап ведро да 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 и это самое и пакетик там чешу мы там привозили моя клумба жива жива ой пень упал упал пень а кто это мог его опрокинуть ласа это ты тут дебоширишь надо будет как-то прикопать ой он падает пенечек мой так сейчас я вас покормлю испачкалась навезла вам еды сейчас вы а ну да вон мусорку смотри мы оставили они ее раздеребанили по всей даче ну все сейчас займемся кормежкой котята вызов мы попробуем их заснять какие они там выросли не выросли посмотрим алиска понесла рыбу вон они пошла кормить свое потомство вот они все иди сюда иди сюда Вышли детки, какие красивые, и ещё один где-то там вроде есть, хорошие, они уже дети, я всегда слышу как они мурчат Они дикие уже, да, Мам? Да, да Идите кушать Это папа? Да, какой он огромный Да, он здоровый уже Что там, Алиса рычит? Ну что там, не знаю, возмущается А, нет, котята рычают Папу прогнали Всё, пошёл Прикольные такие Тот понёс рыбу вон туда, по лесам Ну да, чтобы спокойно съесть никто не мешал Алиска вообще почти не ела Она какая-то не голодная, я не знаю почему Она худая вон какая-то, блин Как модель Модель, да Ну я бы не сказал, что сильно голодная Ласка тоже пару рыбок съела и всё Ну там на втором этаже ещё еда стоит, которую ты привозил Там ещё пооставалась Не успели доесть, видно, не так проголодались Может она специально детям уступает Может срабатывает инстинкт Дети поедят, потом я Если останется Приехали мы с дачи Привезли вещи Те, что хотели, винограда насобирали Яблок целый пакет насобирали Леночка пошла с Соней гулять Не хочет обедать, потому что она перекусила Пока мы ездили и печенье, ела и кукурузу Ну не хочет, не будем заставлять Проголодается и поест У нас на обед суп Этот рыбный с консервой у меня Бабочки бутерброд горячий с фаршем Лечо, сало, лук Короче, всё, что было в холодильнике, вот достали И виноградик, это наш дачный виноград Но он очень вкусный, ароматный Я такого, кстати, на рынке не встречала Не знаю, что за сорт, но очень ароматный Такой и сладкий, прям приторный, как мёд Вообще И чайок, что у тебя там за чай? Зелёный чай и крокодин Смешанный Прям такие листья, мне лавровый лист постоянно напоминает И всё, про лаврушки накидал Вот, что ещё? На даче ласковое, это самое, проведали У неё шесть, стало лучше Да, не забирали, решили пока не забирать Потому что Сергей ездит, кормит их Ну, когда как Бывают раз в два дня, раз в три дня Но мы привозим еды, чтобы вы понимали, много Потому что некоторые пишут, переживают за кошку То есть там всё в порядке Мы сейчас приехали После того, как ты в прошлый раз ездил На втором этаже до сих пор лежит в тарелках и макароны То есть ещё у них там ещё было что есть Вот, то есть мы привозим много Я привезла целую банку супа Двухлитровый у нас оставался Никто не стал есть рассольник Вот, потому что огурцы такие прям были перекисшие-перекисшие Он кислый А кошки там лупят, едят Холодец А, холодец Ну, не холодец Короче, я варила соньки лапы Вот эти вот куриные Много в кастрюле И реально бульон Я его поставила в холодильник Достала, это холодец Он такой мутняковый, но холодец А Лиска больше всего его ела Холодец Ну, то есть мы много еды привозим Поэтому Да, и паласки видно У неё шерсть вообще вылезала Да, и мы удивились Я начала гладить Я говорю, гляди Во-первых, она меньше стала выпадать Во-вторых, она прям гладкая, шелковистая И прям блестит Она как-то прям потемнела Свежий воздух на пользу Да, и решили пускать, что нормально Ну да, дождь был Но они же как бы под крышей Ничего страшного Да, они найдут где-то укрыться И она как-то не стремилась Уезжать, покушала И всё, ушла Да Себе, то есть вообще Алиса нас провожала Ласа нет Уже где-то ушилась Спряталась и всё Так что пускай ещё сидит Пока тепло Пока тепло Гуляет, да Всего целую зиму ещё сидеть Насчёт того, беременной она или нет Пока неизвестно Потому что такого живота явного нет Вот Ну, пока изменения я не заметила Там вроде как соски должны у них Ну, они темнеют, красные становятся Ну, не особо Так что непонятно Что там, беременная она или нет Посмотрим уже дальше Живот начнёт в любом случае расти О себе даст знать Вот Котята дикие Споймать их невозможно То есть вообще Любой только шаг делаешь Всё Как пуля Их нет Дикари, короче, всё И котята наелись Мы ещё бычков привезли Где-то полкило, если не больше Да То уже они их все поели Короче, пока вот так вот Всё нормально С животными, с нашими А мы садимся кушать И наконец досмотрим Мастер-шеф Мы никак не можем досмотреть Не, ну он реально длинный Он 2 часа с чем-то Идёт серия Ну да Вот мы разделяем часть на ужин Да, за ужином смотрим Кусочек за обедом Ну, как-то потихоньку досмотрим Прикольная передача Мне нравится кушать И смотреть на еду И смотреть и кушать Так что такие у нас дела Лена садится обедать Суп рыбный И бутерброд С мясом С фаршем вернее Вот Сидит расстроенная Потому что мама её отругала Да, Лена? Что не ожидала, что я скажу? Лена, улыбнись Потом уже Ладно, не расстраивайся Ничего страшного Стираем Потому что она на улицу Одела просто спортивные штаны Школьные Ну, которые Физкультурные Пошла в них на улицу Хотя уличные есть джинсы И села где-то Петнос сзади Сейчас буду отстирывать Да, Лена? Лена! А что ты такая? Там улица ветер Волосы распатланные такие Ну, не расстраивайся Улыбнись Всё Помаши ручкой Ладно Сейчас у неё пройдёт Мама На самом деле Мама её часто ругает Я вообще нервный человек Да, Лена? Расскажи всем Какая я нервная Ну? Или мама хорошая? Всё спряталась Не, на самом деле Я нервная, да Но я быстро Вернее Могу быстро Вспыкнуть И так же быстро Затухнуть Вспыкнуть? Вспыкнуть Как спичка Вспыкнуть Не вспыкнуть А вспыхнуть Садись давай Садись Я говорю Я говорю Вспыкнуть могу быстро И так же потухнуть могу быстро Как спички Папа, когда курит, видел? Видела? Видел, сын? Я сказала, он тебя видел. Ладно, все, садись кушать. Ты меня смешишь. Приятного аппетита. Спасибо. Вот так вот Лена обедает. Видите, мы поругались и тут же помирились. Я же говорю, я быстро это сам успокаиваюсь. Мам, а я еще исчезнуть могу. Так, все, не надо. Сейчас пойдешь руки опять мыть. Я упала. Ну, теперь вылазь иди руки мой. Вон, Сонечка пришла. Соня, давай быстренько на стол и залазь и доедай Ленну еду. Сонечка! Лен, не кричи. У нас папа просто лег немного подремать, а мы тут дурачимся. Эй, нельзя. Нельзя. Тебе насыпать тоже супа? Я могу. На что, насыплю ей супчика тоже, может тоже поест. Буду заниматься стиркой. Здесь у меня вода. Теплая, она такая прям горячеватая, порошок. Надо перестирать вещи. Вот у Лены блузка лежит. И здесь пятна на ней. Но пятна такие застарелые. Надеюсь, они выведутся. Ну, выведу их порошком. Не знаю, ой, видно будет. Короче, вот пятнышко. Вот его видно, по-моему. Вот он на свету. Пятнышко. Еще где-то внизу есть. Короче, такие вот мини-мини. Вот оно прям видно. Вот желтенькие. Вот тоже. Вот они, пятнышко. Это от жирных рук или что. Короче, вот эту постирать. Потом школьную блузку постирать. Ну, она так не грязная, но освежить надо ее на завтра, на понедельник. Вот спортивки, на которых она посадила пятно. Но сзади, прям на попе, короче, вот оно, пятно. Непонятно это. Ну, не похоже, надеюсь, на жир, потому что он такой сухой. Вот ткань мягкая, а оно такое сухое, как будто что-то сладкое. Вот. Это надо оттирать прям сзади. Ну, видно, что на что-то село. Вот. И на этой кофте к бабушке ходила она. И посадила пятно. Вот такое вот, не знаю, шоколад или что. Короче, сейчас буду все это стирать. Леночка села ужинать. На ужин у нас сегодня картошка с мясом, с кабачками, с болгарским перцем, помидором, луком, морковкой, короче, с овощами. Вкусная картошечка, огурцы, хлеб. Вот такой вот ужин. А я сейчас буду Лене жарить хлеб, яйца на завтра. Лена на завтрак попросила хлеб, яйца. Ну, желательно, конечно, сюда добавлять молока. Но молока, к сожалению, нету. Поэтому пойдет просто вот так вот в яйце. Она хочет взять один кусочек с собой в школу и на завтрак поесть. С молоком оно лучше просто пропитывает хлеб, лучше получается. И сделаем без молока, сковородка уже греется. Вот, ну, на улице сегодня, конечно, погода гораздо лучше, уже дождя нет. И даже днем такое солнышко, прям пекло было. Лена на улице еще успела погулять допоздна, доделали уроки там. Ну, она так уроки все сама делает, с английским только я ей помогаю, нам еще слабовато мы в английском. Лена, а что ты убежала? Говорю, картошка. Горячая. Ну, хорошо. Паркель собрали, короче, перестирала все вещи. Ну, что-то поздно, вот я постирала спортивные штаны, вот с этим пятном. А завтра физкультура, не знаю, высохнут они или нет. Теперь сюда хлеб. Паркель хорошо-хорошо пропитается с двух сторон и пожарим. Вот такой вот хлеб получается в яйце. Завтра Лена возьмет в школу. Лена, в школу один или два? Один. Один, да? Ну, пока положу в пакетик ей. Завтра буду идти с тренировки, с тренажерного и схожу по магазинам, посмотрю эти ланчбоксы, да, называется Лена? Либо просто какую-то коробчонку куплю. Вот еще два, жарится это на завтрак ей. А это один в школу, а один я, наверное, съем утречком. Вот. Последствия не найдут, если они дорогие, эти ланчбоксы, мне кажется, они, ну, дорогие почему-то, мне кажется так. Вот. То просто возьму какую-то коробчонку такую по размерам, чтобы удобная крышечка была, либо закручивающаяся, либо защелкивающаяся, и будет что-то в школу с собой таскать. Да и все. Ну, я ей все равно дала на булку. Она покупает либо булочку, либо сосиску в тесте. Ну, и это еще дополнительно на перекус, потому что, конечно, она там, ну, голодная получается, и кушать постоянно хочется. Ну, будет кушать. Короче, ребятки, блин, не вывелось пятно. Они еще мокрые штаны, ну, они мокрые, прям влажные сильно-сильно. Вот. И уже, когда мокрые были, я постирала, значит, порошок, мыло, ну, не было видно, мне показалось, что отстиралось. Сейчас вот начинает высыхать, и все. Короче, пятно, как объяснить, оно липкое. Вот ткань, вот нормальная, да, а оно липкое. Похоже, знаете, на что? Если, допустим, она села на вот эти вот сейчас детские лизуны, вот эти вот есть, как они их называют? Ну, лизуны или как? Вот эти вот такие вот липкие, жирные. Вот это вот оно липнет. Вот видите, я прям палец поднимаю, оно липнет. Что делать, чем выводить, я не знаю. Так обидно, потому что два раза она всего лишь на физкультуру их отделала, эти штаны. Два раза. Так это еще хорошо, что вот, вот пример, да, что за 100 гривен мне я их купила. Ну, чисто из-за того, что здесь был дефект, где-то небольшая дырочка такая маленькая была, я буквально одним стежком ее зашила, отдали за 100 гривен. А если бы я купила за 300, за 400, вот не могут дети носить вещи, да? Всегда вот надо это самое. Вот школьная форма вещи, есть школьные вещи. То есть, если идешь на улицу гулять, на площадку, сидеть, сидеть на лавочках, которые, какие у нас лавочки в дворах, страшные ногами туда, это самое. Одевая уличную одежду. Вообще-то надо смотреть, куда ты садишься. Ну, знаешь, все может быть. Просто надо следить, чтобы на улице она не ходила в школьной форме, в блузках, в брюках и так далее. Ну, я тебе говорю, оно высохнет, оно вообще будет видно. Ну, то есть, такое вот пятнище, смотри. Ужас какой-то. А помнишь, у меня на джинсах было пятно, оно не отстирывалось? Да. А потом я замочил в МВС-ком порошке. Да, было такое. Было такое, да. Оно мне простояло несколько часов замочено. И отстиралось, да. И отстиралось, да. Другого плана, оно липкое, вот это вот такое, жирно-липкое. Короче, как объяснить. Ну, вот как вот эти вот лизны, вот оно даже вот складывается, липнет вообще, липнет. Прямо как будто сладкое, представляешь? А мне еще кто-то писал, как так там детям на секунде покупать? Вот тебе еще раз, пожалуйста, да. На секунде отдаешь, тут двадцатку, тридцатку там, пятно посадил и выкинул в мусорку. А вот как покупать дорогие вещи? Короче, не знаю, может кто знает, чем можно, я даже не представляю. То есть поняли, да, вот такая липкая какая-то фигня. Да, может у кого-то было подобное, чем-то вывел. Липнет и все. Короче, я расстроена. Вон высыхают вещи, уже насколько видно пятно. Я в шоке. А мы садимся ужинать на ужин. Ну, так же, как Елена кушала картофан у нас с мясом такой вот. Сергей насыпал, чтобы много подливки было, он так любит. Салат сделала ему с майонезом, с болгарским перец, с помидорами, лук. А я тебе огурец не добавляла, ничего? Ничего. Нормально? Нормально. А я синенькие буду в томате и вот огурцы, они прям такие квашеные-квашеные, уже прям перекисшие. Ну, чуть-чуть покушаю. Хлеб и чай. А ты к чаю будешь что-то? Да нет, наверное, не буду. Не будешь? Перебор будет, да, на ночь? Я вот поэтому и говорю, мне чая не надо. Если будет чай, я начну что-то сладкое еще жрать. Ну. Не надо, да? Ну, так у нас, ребятки, прошел день насыщенно. Всем огромное спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok